Ребята, сегодня хочу поговорить с вами о здоровье, про здоровье. И сегодня мы говорим про такую тему, о которой обычно многие молчат. Когда ко мне приходят в консультацию по психосоматике, по натуропатии, соответственно, обычно говорят такую вещь. Все можно в меру, можно все делать, ведь жизнь одна. Но многим не говорят разницу между шоколадкой и кейлом, или шоколадкой и капустой. Никогда не пропускайте приемы пищи, потому что обязательно вам нужно всегда правильно питаться. И обязательно есть какие-нибудь обезжиренные продукты, меньше насыщенных жиров, потому что в них много холестерина. Короче, ребята, это такая история, которая просто ужасно действует на вашу психику. Высокосолевые диеты опасны для сердца, потому что приводят к приступам. Но риск болезни сердца выше на низкой солевой диете. И, соответственно, для давления соль нужна и больше калия. Поэтому, ребята, будьте внимательны. И многие худеют, говорят, нужно похудеть, чтобы быть здоровым. Да, вы похудеете, но вы можете быть абсолютно больным человеком, если вы не понимаете, чем вы себя кормите. Мозг предпочитает углеводы и глюкозу. Но во многих случаях он предпочитает кетоны. И, соответственно, во многих случаях растительное масло провоцирует развитие воспалений в организме и различных процессах. И, соответственно, если вы это делаете, подумайте, чем вам это грозит. На другой момент, вам не нужны витамины, если ваша диета сбалансирована. Ну да, найдите мне такую диету сбалансированную, в которой капуста, которая не содержит ни пестицидов, ни гербицидов, ничего. И вы прям весь витамин суточный Д получаете им. И коровка у вас от травяного, от корма. И, конечно, печень и субпродукты ни в коем случае не из какой-то фермы. Короче, ребята, мы понимаем с вами, что вас дурят со многих-многих вещей. И поэтому выводы делать вам самим. И энергия зависит от того, как вы себе помогаете, как вы работаете с этой историей. И напоминаю, что касается давления, что касается воспаления, восстановления. Обращайте внимание на самые-самые серьезные моменты. На глюкозу, на углеводы, на то, что говорят, что можно есть цельнозерновые продукты. Ну, ребята, ну посмотрите, сколько вам нужно сложных углеводов в день. И постарайтесь их датировать. И о необходимости витаминов и минералов я уже не буду говорить, потому что это известно всем.